Друзья, всем привет! Отличного самочувствия! Вы меня в комментариях просили продолжить тему работы с палками, что я и сделаю в этом видео. Покажу вам несколько новых упражнений. Специфика сегодняшнего видео будет в том, что упражнения будут в динамике. Но прежде хочу сказать о пользе, кому это максимально актуально. Я бы рекомендовал работу с палками людям, у которых есть проблемы вообще с руками, лучезапясный, локтевой, плечевой сустав, программисты, например, бухгалтера, которые сталкиваются с туннельными синдромами, то есть когда болят руки, когда долго мышку держишь в одном положении, это неминуемо приводит к спазмированию, к перенапряжению одних групп мышц и недоработке других мышц. Я бы рекомендовал палки для всех людей, кто сталкивается с проблемой ротаторной манжетки плеча, а также с грыжами, протрузиями, стахондрозом, шейновым и в грудном отделе позвоночника. Потому что, когда мы работаем палкой с рукой, то есть через плечевой сустав, мы также работаем и с ключицей, и работаем с лопаткой, которая непосредственно воздействует на грудной и шейный сегмент позвоночника. А теперь к практике. Помните мое первое видео про палки, если не смотрели, оно вот здесь, посмотрите обязательно. Там мы разбирали в статике упражнения, когда рука заведена за спину и мы выводим руку вперед, переворачиваем, перехватываем снизу, докручиваем, уводим за спину. Идем здесь, перехват вот в этом положении, докручиваем, уводим назад. И мы делали это стоя на месте. Попробуйте сделать это упражнение во время ходьбы. Это сложнее, сложнее координация, а мне еще сложнее говорить вам, когда я это все делаю, но у меня уже это в принципе на автомате отточено, поэтому не так уже мне и сложно на самом деле. Но вот если это упражнение делать в течение длительного времени ходьбы, достигается тоже интересный эффект синхронизации левого и правого полушария. И со стороны вы похожи на черепашку ниндзя, на Донателло. Помните такой я там был, с палкой супер удары делал? Попробуйте, очень интересно. Еще одно упражнение, которое я хочу показать вам в этом видео, его имеет смысл сначала отработать в положении стоя на месте, палку берем в правую руку и поднимаем вертикальное положение. И вращаем восьмерку передним концом, идем влево-вниз, поворачиваем восьмерку и вот в этом положении начинаем перехват палки, подойди поближе покажи, делаем перехват палки снизу и теперь переложив ее в левую руку уводим назад и рисуем еще одну восьмерку. Мы разбирали эту восьмерку в первом упражнении, только сейчас мы их объединяем. Здесь, когда идем, перехватываем правой рукой снизу и уводим назад. Чуть-чуть, когда поймали, разгоняемся, увеличиваем скорость и это должно произойти вот так вот органично, мы как бы палку передаем из руки в руку, то есть мы не останавливаем движение, движение у нас идет спиралевидное, по инерции, раскручиваем и после того, как вы себя здесь комфортно почувствовали, попробуйте это же движение сделать вместе с шагом. Это еще новый интересный опыт, уверяю вас, поначалу будете сбиваться, поначалу возможно проблемы с координацией, но как-то говорится, все приходит с опытом, тут можно несколько восьмерок прокрутить, например, правой рукой по две, если вам слишком быстро через раз перекладывать, делаете две восьмерки и перекладываете. И смотрите, вариация этого же упражнения, мы теперь делали как называется переднюю восьмерку, а можно тоже самое сделать и назад, то есть палка берется вот в это положение и мы уводим сначала назад, проворачиваем восемь, проворачиваем и здесь внизу перехватываем левой рукой сверху и уводим палку назад, проворачиваем восьмерку и здесь правой рукой сверху, то есть когда назад идем, мы сверху берем палку. оп, оп, поделали, почувствовали себя уверенно и попробуйте это же упражнение синхронно с движением вперед. я даже рекомендую делать и вперед и назад за один цикл, потому что это в каком-то смысле проработка мышц антагонистов. Напишите пожалуйста в комментариях, какие у вас успехи, какие результаты от работы с палками, получается ли системно регулярно заниматься. желаю вам крепкого здоровья, а я пожалуй пойду окунусь в купели. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok